Всем привет, друзья! И сегодня я бы хотел пробежаться по базе Альянса Так, что у нас тут есть? Начнём мы вот с этой комнатки Она находится на карте Alliance Landing И здесь есть очень интересные консольки Вот эта консолька позволяет взять все доступные героики на двух человек На всех известных планетах Что очень удобно И самое главное Как только вы берёте квест, у вас появляется возможность туда телепортироваться Сразу же Очень удобно Особенно если вы в патике сразу же протонулись, выполнили Получили награду В качестве награды даются кристаллы зелёные и синие И плюс Суплай крыты, которые сдаются Уже дальше на базе Помимо этого есть терминал с оперейшенами Это терминал с флешпоинтами И это терминал с пвп-миссиями И вот мы перенесли тенурочка вглубь базы На карту Alliance Market and Container Здесь расположены вендоры Которые торгуют вещами за фиолетовые кристаллы На данный момент это самые крутые вещи Вот 220 уровня Фиолетовые кристаллы у нас Добываются в Оперейшенах и Хардмонт флешпоинтах Ну и плюс идёт за репутацию У персонажей Альянса Как видите, можно найти Одежду Для всех классов Для обоих фракций Я за империю играю Поэтому персонаж за республик Соответственно, мне недоступен Вот, собственно, и всё, что тут наверху есть Из торговцев Далее Есть В комнатке рядом Рынок Почта И Инвентарь Личный И Гильдийский Также есть Дроиды, с которыми можно пообщаться Этот дроид выдаёт Квест И вот На этом персонажа я уже прошу Вот, собственно, и всё Ну и здесь сюжетная кантина Которая придётся Сходить по сюжету Так, а теперь мы переместились Вглубь базы Headquarters И здесь есть Пять комнат Давайте пройдёмся в каждую Ну, варрум Она более сюжетная Здесь ничего такого интересного нету Нас интересуют Вот эти вот Крайние комнатки В каждой Из комнат Стоит НПС У которого Есть своя репутация То есть Вот Сонари И смотрите Ей можно сдавать артефакты То есть Ну, сейчас у меня их нету Артефакты Они добываются Из Вот Тех самых Героиков Недельных Набить можно довольно много С этих артефактов Падают Особые Костюмы Маунты И подарки Для союзников Вот, собственно Здесь Второй НПС Помимо этого Здесь есть Множество Торговцев Они Торгуют Вещами За Синие Кристаллы И за Зелёные Кристаллы То есть В каждой комнате Стоят Торговцы Для своих Классов Вот То есть Можно тебе Побегать Поискать Помимо Одежды Здесь есть Торговцы Которые Торгуют Всякими Украшениями Для дома Маунтами Вот Далее Вот тут вот Есть Одна небольшая Комнатка Здесь Лежит Датапад Датапад У нас Активируется В тот момент Когда мы Набираем Репутацию Вот Вот они Alliance Specialist У каждого Есть Вот Видите У меня уже Три набралось У всех Как только Как только Мы Набираем Следующий Ранг Репутации Значит Загорается Вот этот Датапад И за Каждый Ранг Мы получаем Кристаллы Всех трех Видов Денежку И опыт Вот Кстати NPC Которые Торгуют Одеждой И Предметами Интерьера А также Маунтами Вот Собственно И все То есть Ничего Такого Сложного В принципе И нету То есть Как только Вы Выполняете Квисты У вас Накапливаются Вот эти Коробочки Вы просто Идете И начинаете Их сдавать По очереди И получаете Опыт Денежка И кристаллы Итак Я перешел На персонаж У которого Есть Коробочки Так как Я выпланил Им все Героики На этой Неделе Давайте Попробуем Их сдать И посмотрим Что будет Вот Нажимаем На троечку И вот Как видите У меня Эта Кнопочка Это Активно Вот так Вот Незамысловато Все Сдаем Так И теперь Смотрите Что у нас Произошло Вот Сдали Четыре Коробочки В ней Три И они Превратились Вот в Такие И давайте Будем Их Открывать Вот Как видите Вот Выпал Два Подарка И Часть Костюма Вот Вот Собственно И все И ровно То же самое Происходит Со всеми Остальными Персонажами Просто Подходите И Сдаёте Коробочки Получаете Денежку Костюм И Подарки И вот Смотрите Я Получил Ранг Вот И Я могу Получить Реворды За все Эти ранги Как видите Выдаётся Денежка 15900 20 зелёных Кристаллов 10 Синих И 5 Фиолетовых Вот Все Кристаллы Отображаются Тут По традиции Вот Соответственно Их И уже Можем Менять На Одежду Вот Вот Собственно И всё Вот Что Можно Рассказать О базе Альянса Видите Всё У них Тут Хорошо Организовано Особенно Далеко Бегать Не надо Единственный Минус То Что Нету Вендоров Которые Торгуют Предметами За ПВП То есть Если хотите Приодеться На ПВП Всё Оно Придётся Лететь На Флот А так В основном Всё тут Есть Можно И На Дейлики Побегать И На Флэшпойнт И На Оперейшн И Не покидая Десент По сути Вот И По поводу Того Как вернуться Обратно Десент По Быстрому Продаётся За 200 Тысяч Кредитов Телепорт Он Будет Доступен В Легаси Анлоках То есть Вот он Здесь Самый Последний Не Поскупитесь 200 Смотреть Трансляции На Твиче Всем Спасибо Всем Пока Смотрю Смотрю Субтитры создавал DimaTorzok